Как это ни странно, девятая глава Кагелета находится в некотором противоречии с тем, что было раньше. И вот, скажем, то, что Кагелет способен к некоторым внутренним противоречиям, это уже метраж Раби Танхумов. И там, значит, в четвертом стихе, «И бы живой пес лучше мертвого льва», но подождите, чуть-чуть выше, у того, у кого есть еще есть надежда, но выше же Кагелет говорил, что по поводу «Лучшие и прославил мертвых более, чем живых, а еще более тот, кто вообще не рождет». Вдруг «Живой пес лучше мертвого льва» говорит, что мало того, что он противоречит своему отцу Давиду, говорит Раби Танхумов, он себе противоречит. Ну, дальше он решает это противоречие, но вот для нас важно вот это свободное замещение, переход. И вот он свободно, значит, переходит к противоречию с собой. То есть означает, что он что-то другое сейчас собирается в другую сторону рассказывать. Значит, и будет он говорить о самом важном, то, о чем он говорит в этой истории, а именно, как жить в тени смерти. Вот если во второй главе и выше говорилось, что там, где есть смерть, кончается радость жизни и радость трудов, потому что умрет, что самое страшное во второй главе, что умру не только я, но и мои дела, вот что очень важно для него. То теперь возникает вопрос, как жить в тени смерти. И этим вот он, вот с этого он начинает свой разговор. И понял я с полной ясностью, вот Нататя Либи в оригинале обратил на свое сердце, я еще раз напоминаю, сердце – это место разума. Сегодня бы сказали, взял в голову, значит, выяснить, что мудрецы, что праведники и мудрецы в авдейхам. Вот это слово я не знаю, как переводить, потому что я вначале перевожу, как переводят, ну, наверное, подавляющее большинство. Ну, вот, каждые четыре из пяти понимают это место в смысле их рабы, что праведники и мудрецы их рабы в руке Божьей. Но я подозреваю, и мне кажется, что в данном случае это их деяние в руке Божьей. То есть и праведники, и мудрецы, и их деяния, потому что у вас противопоставления тут нет иначе. У вас рабы, тут непонятно, что здесь делают, почему рабы, почему за праведником и мудрецом идут рабы. Потому что тогда должны идти за ними злодеи и дураки, да, ну, что-нибудь в этом духе, глупцы, с халим, что-нибудь, рашаим, с халим. А здесь нет, в авдейхам, скорее всего, это их дела в руке Божьей. И человек не знает, что его ждет, любовь или ненависть. Вот это опять вопрос. Что имеется в виду, любовь или ненависть к нему, или любовь или ненависть его? Вот что мне предстоит, полюблю или не полюблю другого? Будет ли у меня в жизни любовь или у меня в жизни не будет любви, а будет ненависть? Мы знаем, что есть люди, значит, дайте я прочувствую следующий стих, чтобы вы поняли, почему именно так. Ибо все, хаколь кашер лы коль, каждому, как и все. Вот теперь слово микре, здесь большое, микре – это то же самое время, то, что случается. Ибо со всеми случается одно и то же с праведником и злодеем, с чистым и хорошим, с чистым и осверненным тому, кто приносит жертвы и тому, кто не приносит жертвы. Как хорошему, чем добродетельному человеку, так и грешнику, как тому, кто клянется и который избегает клятву или опасается клятву. И это, третий стих, зло, которое происходит под солнцем, ибо происходит одно и то же со всеми. И мысли людей преисполнены зла и безумие в сердце их во всей жизни, а потом они уйдут к мертвых. Но вот опять, здесь два чтения, и которые из них выбрать, вот доказательным образом, я не уверен, что я смогу сделать доказательность, сказать, что чтение возможно только одно. У вас здесь два чтения, либо первые три стиха говорят о том, что какая разница, ты злодей или праведник, добродетельный и чистый или оскверненный, приносит жертвы или не приносит жертвы, все равно умрешь. И это тень, которая омрачает то самое зло, которое люди ощущают в своей жизни. И это тень, которую заставляет человека страдать. Здесь все, вот я не знаю ни одного, по-моему, человека, который, когда говорит про это место, не вспоминает... Не вспоминает начало книги Франца Розенцвайга. Я ее уже приводил, начало этой книги, но оно просто радует глаза. Не вижу. Значит, он начинается с того, что смерть – это то, что заставляет человека задуматься о жизни. Там еще лучше, что каждый день в мире родятся смертные. Вот такая чудесная совершенно игра слов, но это вот такое вот чтение вот этого места. Либо другое чтение, и оно, может быть, будет оправдано дальнейшими стихами. А именно, что удача и неудача не зависят от праведности, удача и неудача в деле. Не зависят от праведности и мудрости. Вот теперь, вот очень осторожно, удача и неудача не зависят от праведности и мудрости. Случается неудача у мудрецов и у праведников, и у тех, кто приносит жертву, и тех, кто не приносит жертву. Они начинают действовать, и ничего не получается. И это, вот слово микре, здесь хороший вопрос, его надо понимать как случай или понимать то самое микре, окончательное, уверенное, то, которое будет произнесено в пятом стихе. Ибо живые знают, что он руб. То есть Теперь Вот один конец у всех или одно и то же происходит со всеми. Удача и неудача. Что, вот, ну давайте пример, лауреат Нобелевской премии по экономике через два или три года после получения премии был объявлен банкротом. Подождите, если он такой мудрый, он и именно в области экономики, он лауреат Нобелевской премии по экономике, черт побери, как он может оказаться банкротом? Ответ в КГЛ говорит, случается. Это не значит, что он плохой ученый-экономист. Может быть и хороший, я ничего в экономике не понимаю, в науке экономики. Вот. Может быть и хороший, но случается. Потому что дальше будет эта мысль будет высказана еще более прямым образом. По этому поводу, вот теперь четвертый стих замечательной, довольно любопытной фразы. Ибо тот, кто присоединен к жизни, есть еще уверенность, есть еще надежда. Ибо живая собака, живой пес лучше, чем мертвый лет. Ну, чтобы было понятно. Пес в те времена, о которых мы говорим, это такой вот символ неполный. Но назвать человеком псом – это оскорбление, причем тяжелейшее. Домашних собак не было. Кстати, их и до XX века не будет. Ну, у европейских дворян было одно, скажем, у нормальных деревенских жителей домашних собак не было. По этому поводу живой пес – это вот самое нечистое, что есть. Кстати, по этому поводу вот Раши в этом, по-моему, месте, ну да, считают нужным объяснить, почему живой пес лучше мертвого льва. А наши мудрецы говорят, что в субботу для собак, если у вас есть домашние собаки, можно резать падаль, ну, собак кормить падалью, потому что, ну, прям по прямому закону Тары собакам отдай, да? И там есть известные митраши, за что собаки удостоились получать объедки. За то, что ни один собака не разинула пасть на евреев, когда они уходили из Египта. Вот, собак есть свои достоинства. Но о собаке, живой собаке заботится днем, а о мертвом человеке, который лежит на жаре в субботу, запрещено его перенести, разве что на нем лежит хлеб. То есть, как бы, в галахе тоже о живой собаке следует заботиться, а о мертвом теле меньше, чем о живой, о живой собаке, о мертвом человеческом теле. Ну, кстати, чтобы вы понимали закон, если вы оставляете тело на улице, то ему придется посадить кого-то рядом с ним, чтобы его охранять тело все это время, пока он там находится. Общий закон – тело не оставляют без охраны. То есть, тут аккуратненько, с законами такими, не то, что бросают, говорят, мы пошли, это запрещено. То есть, вдение над телом на самом деле – это охрана тела. Значит, и далее следует фраза, которая действительно одна из самых фантастических, по-моему, в книге Кахеллот, «Ибо живые знают, что они умрут, а мертвые ничего не знают». Вообще, надо сказать, что более парадоксальной фразой, чем это, по-моему, вообще трудно придумать, потому что, как бы, чем живые лучше мертвых? Тем, что у мертвых есть одно уверенное знание – они умрут. В этом их достанется. Это то, чего у них есть. «Ибо живые знают, что умрут, а мертвые и этого даже уже не знают. И нет им больше награды, память о них пропала». Я хочу заметить следующее, что нет о них награды, нет им награды в этом мире. Дальше мы увидим, что он говорит про награду этого мира. Вот. И память от них пропала. Это опять те самые страдания, начало книги, что всех забудут. Но можно привести там какие-нибудь… Время от времени выучиваешь какую-нибудь книгу совершенно и обнаруживаешь, что по какому-то вопросу были какие-то грандиозные битвы, проходили книги написаны. Никто уже только не помнит, о чем речь. Кроме отдельно взятых ученых в университете, которые хоть что-то знают по этому поводу, остальные люди не знают ну вообще ничего. А в свое время страсти кипели страшным образом. Впрочем, честно говоря, мне ужасно хочется, чтобы кто-нибудь начал издавать газету «Вчерашние новости», где показывал, какие новости были месяц назад. и всегда, напомните, вы хоть помните, что это было или нет. Или там разбор вчерашних новостей. Пусть только истинных, пусть не для того, чтобы показать, что эти новости месячной давности были чушью, которая придумана, а просто вот для того, чтобы вас это интересует, то, что было месяц назад. Или это уже все неважно. Вот это правильно. И далее, и любовь их, и ненависть их, и зависть их или ревность их уже пропали, и нет им доли в этом мире, в том, что происходит под солнцем. Значит, вот я хочу здесь еще раз обратить внимание на вот эти слова. И не знает, что ждет его, праведника-мудрецов, или их деяния, любовь или ненависть, да, в первом стихе. А теперь, в шестом, исчезли их любовь и их ненависть. То есть, на самом деле, почему я вот так старательно говорил в первом стихе, что речь идет не о любви и ненависти к ним, а о любви и ненависти их. Вот то. Вот это некоторая важная вещь. Кахелла говорит, и вот это его акцент во всем этом отрывке. Он говорит о переживаниях. Что ты будешь жить, что ты будешь переживать? У мертвых вот это правда. Вот это любовь, ненависть и зависть. Только учтите, что зависть, кроме в иврите, в кино, это не только зависть или ревность, одним словом, передается на вибрите. Кенат Софри, Марбе Хохма, как мы помним. Зависть мудрецов умножает мудрость. Ну, потому что, ну, хочется переплюнуть ближнего. Ну, как же можно по этому поводу? Ну, хочется. Вот это зависть, которая стремление. Вот это пропадает. Вот теперь большой вопрос. Здесь, в Кахелла Трабы, вот я вставлю эту пометку, буква самых, вот тут, которая стоит, вот эта буква, она означает, что в этом месте стоит глава, пометка главе. Я напоминаю, что главы расставлены не нами и расставлены отвратно, кстати. Вот я серьезно утверждаю, что разберение на главы сделано отвратно. Хотя, в общем, там в некоторых случаях трудно ошибиться, и там все нормально, но иногда просто диву даешься. А в книге Кахелла главы расставлены просто феноменально плохо. Просто плохо. Но считается, что здесь их конец. Я не уверен, что здесь конец. И не только я. Но, тем не менее, мы видим... Ну, я не тот файл обработал. Значит, дальше следует. Иди ешь в радости хлеб свой и пей с чистым, с благим сердцем, с счастливым сердцем свое вино, ибо Бог уже одобрил дела твои. Вот это очень важная вещь. Родца, то, что здесь есть, вот когда там говорят про гедонизм, то это неправда. Вот теперь обратите внимание. Что факт, что ты можешь с радостью есть хлеб свой и пить вино свое, то есть то, что тебе дано, ты счастлив в своей доле, то это признак, что Всевышний Родца, вот Родца, глагол Родца одобрил, переведено. Но вы видите, это куда более сильный глагол. Когда мы говорим про Божественное Родца, то всегда я напоминаю одну простую вещь, что вообще-то, хоть это в разных языках, но слово Рео, Рео, ближний, который переводится правильно, ближний, это тот же корень, что и Родца, это тот же корень, что и Желательный. То есть ближний – это твой друг, которого ты желаешь блага. Это вот так. То есть Бог уже стал твоим другом, когда Он дал тебе все. Вот этот рацион, желание Бога, одобрение Бога по отношению к человеку – это очень сильно. Это куда более сильно. Это не просто одобрение. Слышу, хороший мальчик, надо хлеба подкинуть. Нет, совершенно другое. То факт, что ты можешь счастливо жить, этот факт доказывает, что Бог с тобой поступает дружески. Вот жертвы принимаются, обратите внимание, для иллюстрации, стандартный оборот, жертвоприношение приносится лаэрацион. В одобрение Бога, но вот в это, вот это дружеское расположение Бога. Вот это вот, вот это вот, страна к всему. И это по поводу религиозных вещей. То есть это награда этого мира. Пусть всякое время будут одежды твои белые и и не будет недостатки, и в достатке, ну тут через отрицание, и будет достатки душистого масла на волосах. Значит, душистое масло на волосах – это духи, которые тогда делали на масляной основе. И вообще белые одежды – это праздник. Не надо понимать буквально. Нет, вы можете понимать буквально. Вы что думаете? Хотя не знаю. В общем, белые одежды, они не имеются в виду одежды из беленой шерсти. Праздничная одежда, обязательно беленая, не беленая шерсть. А одежды беленой ткани, голова. Можете почитать в псалмах, когда описывается счастливая жизнь, описывается праздник, всегда говорится именно вот это. Белые одежды и масло на волосах. Оно как бы кышемин то, как благовонное масло стекает с кудрей аарона. Ну и так далее. То есть это как бы признак праздника. Наслаждайся, смотри жизнь свою с женой, которую ты любишь. Все дни твоей быстро текущей жизни. Вот этот хэбль, который суетливый жизни. Хотите суетливый? Потому что хэбль мы говорили суета, вначале традиционно переводим. Своей суетливой жизни, которую дадена тебе под солнцем на все твои суетные дни. Ибо это твоя доля в жизни. Вот этот акцент. Вот это твоя доля жизни. За труды или страдания. Вот слово эмель, оно и в Кагеллет, и в книге Йова, оно двунаправленное. Это могут быть труды, а могут быть страдания. Это двунаправленное слово. Награда за труды, которые ты учишься в этом мире. То, что ты можешь сделать, сделай. Вот тут, не знаю, нужным сделать. Или то, что ты тимца еде хала асот, это очень сложно. Беку хэха. Если ты считаешь в своих силах. Вот теперь начинается очень… Сейчас вы увидите, почему я первые три стиха читал. Так как читал, что это не страх смерти, а речь идет именно о удачах и неудачах. То, что ты можешь сделать и то, что в твоих силах, сделай. Ибо нет поступков, расчетов и знаний и мудрости в могиле, куда ты идешь. Вот здесь стоит конец в наших главах. Вот в нашей разведении, обратите внимание, не Стефана Лэнгтона, не те, которые приняты в крестьянских изданиях, и мы принимаем. А в наших изданиях, вот здесь стоит пометка главы. Именно вот здесь. Но я не уверен, что это правильно, кстати. Это тоже вопрос. Давайте посмотрим. Вот теперь мы подбираемся к 11 стиху. И вновь видел я, или я обернулся и увидел. Это что-то вот такое. Ясно, что пометку главы здесь поставили из-за слова шапти. Из-за того, что я вновь как бы вот шапти. Это сел и подумал, или вернулся и подумал. Вот тут здесь, конечно же, не шапти, а вернулся и подумал. Вновь подумал. И увидел под солнцем, что не легким победа. Калийм это легкий вообще-то, конечно же. Но в данном случае пастроногий. Ну, как известно, легконогий. Пробегуна стандартный там греческий оборот. Если вы там откроете какую-нибудь греческую поэму, там будет легконогий пробегуна. Нелегким хамироц. Победа в забеге имеется в виду. Не богатырям война. Имеется в виду победа войны. Не мудрецам хлеб. Не вот лыновуным это образованный, инженерно образованный. Вот тут непонятно, ошер симпатии или ошер богатства, которое читать из них надо. И не тем, кто знает симпатии, ибо время и моменты у пэга. Пэга – это наткнуться, но вообще всегда пэгара имеется в виду. Дурные случаи, несчастные случаи. Случается со всеми. И не знает человек, когда наступит время. Вот обратно внимание, я лихо перевожу. Когда наступит время неудачи. Когда наступит время, предполагается неудача. Как рыбы, которые попадают в сети. Как птицы, которые попадают в селок. Так и человек может наступить в несчастный момент. Вот теперь, я полагаю, что 11-12 стихи, они имеют отношение к первому триалу. И что самое неожиданное здесь, вот теперь по поводу единства книг КТУВИН. Вот я хочу заметить, в книге Мишлей, в книге Мишлей, как бы действует принцип, что разумный и осторожный человек, с ним не может приключиться ничего дурного и праведный человек. С ними все будет тип-топ. И это общая позиция книги Мишлей. Вот вы читаете книгу Мишлей, вы понимаете, что если вы ведете себя правильно, правильно это праведно и разумно, вот это два требования. Праведность и разумность. Там довольно много говорится про питоим. Петти – это наивный. И он, например, регулярно представляется хитроумным. Но Арум там, в книге Мишлей, Арум там, как бы это сказать, не как змей. Он тоже был Арум. Он не хитроумный. Это хитроумный. Я не хочу более грубо переводить это слово, хотя на дирею. Это хитроумный там вот такой вот. Но с ними ничего, значит, по петляющим дорожкам пыти наивный навернется, почти буквально перевожу при этом. А хитроумный пройдет, с ним ничего не случится. То же самое. Праведникам ничего плохого не должно случиться. Это такое общее место. В книгах мудрости. В Каганате. Ну, то, что, значит, богатырям не обязательно побеждают на войне, это как бы ровное место. Все знают, что война, она дело такое. Может случиться и обратное. То, что в побеге проигрывают иногда те, кто должны выиграть, это вон все, кто следят за спортом, это отлично знают. Есть несколько замечательных примеров. Когда побеждает высшая медаль, получает человек, который ни до, ни после того ни разу не выигрывал ничего и шансов не имел. А вот здесь вот получилось. Но вот мудрецам, лолоха хамим лехам, не мудрецам хлеб, не инженерам богатства. И, не, вот теперь вопрос йода им. Я хочу заметить, что я не исключаю, что йода им здесь. Я перевел-то ученых симпатии, но более-менее придерживался принятых вещей, потому что класть на бумагу не принятые. Дело в том, что глагол йодея, он имеет малоизвестное второе значение, то есть он имеет хорошоизвестное значение, но мало кто понимает, что есть несколько мест в Танахе, где надо его сюда привлекать. Там, где Адам, яда хава, там, где Адам познал Еву, вот там глагол познал, вы понимаете, что глагол еда там, который познавать, это не тот глагол, который знать, это другой глагол. И он еца, у него есть вторая форма, вместо еда еца, сайном, юца дек ай. В современном ибрите от этого осталось ецы, а простыня. То, на чем спят. По этому поводу, лол ют им хэн, я не исключаю, что не любовникам симпатии здесь. Я не исключаю еще вот такие вещи, которые здесь лежат, совсем за этим, потому что как раз и думаю, что я прав в данном случае, что здесь довольно грубый намек. Не удивляйтесь, я не встречаюсь. Но я глубоко убежно считаю. Ибо случаются моменты неудачи. И не знает человек, что когда наступит. Вот это страшно. И вот это, вот теперь, вот теперь, мы на самом деле понимаем всю остроту. Он ставит вопрос, куда острее, чем все остальные. По этому поводу. Удача и неудача, от чего зависит сказано время. Вот это самое, вот выясняется, что вот это время третьей главы, Ширга и Тим, время, песнь времен, Четырнадцать пар времен, да, Оно и является то, от чего очень слабо защищены люди. И мудрец, может быть, защищен лучше. А ведь сказано было, хахаму, эй, навборосо, да, мудрец, он пройдет там, где дурак навернется, да, а дурак во тьме ходит, извините, правильный статус. Это тот же КГ, вроде бы. Но мы знаем, что случается все со всем. И вот это, по этому поводу, вот теперь мы понимаем всю религиозность вот этой мысли по поводу «Ешь в радости свой хлеб, пей в радости свое вино, ибо Бог выразил тебе приязнь, дав тебе вот это, это награды. Вот где-то вот так, да? значит, дальше исследует вещь, которую вообще написано очень много книг по этому поводу. Значит, в основном они посвящены центральному вопросу. Значит, я просто начну с того, что зачитаю. Значит, вот эта история, есть история, приключившаяся под солнцем. Кстати, в поднебесе, почему перевод здесь, в поднебесе я не знаю, под солнцем. Под солнцем. И вот И вот история под солнцем, и велика она для меня. Или она больше меня? Вот это вопрос большой. Может быть, имеется в виду, она выше меня. Маленький город, в котором немного народу, и пришел к ней великий царь, и взял город в осаду, и поставил над ней осадные, не судим, к долине, то ли осадные орудия, скорее всего, осадные орудия, может быть, осадные башни. Значит, и нашелся, вот это я не знаю, я перевел так, как перевел, сейчас я объясню. Что? А, не мне. Значит, дело в том, что здесь переводят, давайте я переведу, как принято, вот там, где красно, выделены три красных слова, обычно бедняк-мудрец переводится. И нашелся в ней бедняк-мудрец, который спас город мудростью своей, и ни один человек не помнит того бедняка. И сказал я, мудрость выше силы, но мудрость нищего презрена, и его слова не слышны. Слова мудрецов слышны, тихие слова мудрецов, извините, слышны лучше, чем вопли властелина глупого, и мудрость лучше, крикрав боевого оружия, но один преступник или один промах заставляет продавать множество блага. Думаю, вот есть над чем думать. ну, во-первых, давайте так, ключевое слово, вот это мискэ, в красном шарик подчеркнутое, его действительно переводят бедняк, беда в том, что это слово в Танахе встречается только здесь, трижды. Мискэ. В Талмуде, в мишнаитском более позднем пластике языка это слово означает несчастность. И по этому поводу его принято переводить, ну, как-то ближайшая вещь, поэтому несчастность сюда не запихнешь, но нашелся там мудрый несчастливец, мудрый не ела, не везущий человек, но как бы не очень хорошо сюда ложиться, по этому поводу переводят меньше. Фокус в том, что слово нескэн есть в Танахе, только она не нескэн, а она обычно прилагательная. И это, значит, евреи в Египте строили арэ-мисканот, казенные города, вот буквально перевожу, точно перевожу смысл того, что там здесь сказано. Питон и Рамсес, которые строили евреи в Египте, это буквальный перевод, точный перевод, казенные города, можно доказать, даже основываясь на наших современных познаниях угорицкого языка. То есть все в порядке. По этому поводу иш-мискэн в тех же восточных всяких языках, это регулярно означает либо подневольный человек, либо, я думаю, либо и нашелся там подневольный человек, мудрый подневольный человек, то есть мелкий чинов. Я думаю, что это слово означает здесь это, потому что тогда я напоминаю вам предыдущую главу. говорю, слово царского будет послушен к клятве Божьей, не спеши уходить от церяка, не оставайся от царя, соблюдая повеление, соблюдающее повеление его знает зла, но сердце мудреца знает, что есть предназначенное время. То есть даже ты не можешь оправдаться приказом, дурным приказом царя, потому что придет время и его дурной приказ тебе же на голову и на день. И вообще не забудь, что есть совесть, на самом деле, потому что всему есть свой срок, есть, вот теперь здесь совершенно великолепно, есть предназначенное время, но оно же одновременно предназначенное время и суд, вот это одновременно в двух значениях, слово мишпат, оно в библейском иврите чаще всего означает суд, но есть где-то одна пятая случаев употребления, это очень много, слово мишпат, оно там 300 раз употребляет, и когда вы обнаруживаете, что на них есть где-то порядка 40 употребление в таком значении, это серьезно уже все становится. Мишпат еще может означать обычный срок но здесь вот это совершенно великолепно есть время и суд и одновременно время и время и срок, когда зло совершенного человека станет велико для него. Но вот здесь восьмой главе никто не знает грядущего, когда себя спросят ты же приказы выполнял. Может прийти время, когда тебя спросят ты же знал, что этого не надо делать. Дальше есть и дальше следует вот эта моральная совершенно потрясающей красоты моральная максима. Человек не властен над душой, не посадить душу в тюрьму, нет власти над днем смерти, нет отпуска на войне, не спасет злодейство злодея. Здесь в этом стихе чью душу не посадить в тюрьму. Вот как ветер, на самом деле здесь в два пласта сказано, как ветер не посадить клетку, так и душу не посадить клетку. Душа может убежить, и она точно убежит, как написано в следующей главе, все умрут. Но ты не можешь чужую душу посадить, но ты не можешь свою душу посадить в клетку. Чья душа? Может быть твоя, ты не можешь свою душу посадить в клетку. Ты сам себя сборочишь. Это здесь. Теперь вот этот чиновник в девятой главе, и я думаю, что это чиновник на самом деле. он победитель. Он победит. Но все понимают, что ордена получит не он. Замечу, здесь ведь история, первые три стиха. Он спас город своей мудрости. То есть, он придумал, как спасти город своей мудрости. Но никто уже не помнит. Дали медаль за усердие, может быть, за заслуги даже. Я не знаю, которые. Что в те времена. Месячным окладом наградили. Премию выписали в месячный оклад. Но дальше мудрость лучше силы. Это понятно. Великий царь, который построил осаду, проиграл мудрому человеку. Но мудрость мелкого человека, подневольного человека, презираема. И к словам его не прислушивается. А вот это непонятно. К словам его не прислушивается или к его дела не слышны. Вот здесь вопрос. и в рассказ, в рассказ, который здесь, о его делах не слышно. Все о нем забыли. слова мудрецов слышны в тишине. опять вопрос, в какую сторону читать. Они не лучше слышны. Вообще, я перевожу, как принято. Но принято переводить так, как будто книга это книга мыслей, как будто это книга притч. В книге притч это было бы правильное чтение. А вот здесь может быть все наоборот. А именно слова мудрецов слышатся в тишине, а вокруг вопли властвующих над дураком. Мудрость лучше оружия, как наша история. Выхут эхат я в этого ГБ. Вот тот дурак, который заглушает голос мудрецов, пропадает на лусей сейчас книга. Замечу, история о удаче и неудаче. Удаче города, неудаче вот этого мелкого подневольного человека. Но замечу, Кагалок нигде, ни разу во всей книге не говорит о политике. Он не говорит о государственном благе. он говорит о вот смотрите, что очень важно. Вот этот вот оборот, вот этот, вот этот, амартианин. Я перевод у вас и понял я, сказал я, он встречается в еще раза четыре. И обычно ему предшествует Максима какая-то. Дальше же вещь, которая вполне идет поговорку. Мудрость лучше силы. Вот на плакат, вот понимаете, надо вот где, вот военным училищем генерального штаба, так и просится повесить плакат. мудрость лучше силы. Все генералы будут аплодировать. А по нынешним временам, если вы еще напишите мудрейший из мудрыш, то вообще цена не будет. Сейчас, извините, не туда пошел. Вторая глава. Значит, пятнадцатый стих. Сказал я в сердце своем, что случится с дураком, то и со мной случится. Значит, где еще у нас четвертая глава. к концу, по-моему. Значит, дело в том, вот эта оговорка, которую КГЛ всегда делает, я сказал, оно как бы это частная точка зрения. Говорит, я рассказал истина в последней инстанции. Я сказал, кому не нравится, пусть пойдет расскажет, что-нибудь дуракой. или я сказал, но мы же говорим про Мискэна, про Иш, мы должны, если это книга КГЛ, то он говорит выгода всем, Мискэну ничего, не забыли, мы только что сказали, не мудрым хлебом, то есть как бы с одной стороны неприятность, но если выше, то, что ты сможешь сделать, делай, то, что в твоих силах сделай, ибо нет поступков, расчетов и знаний в могиле куда ты идешь. Кстати, между прочим, мудрецы считают это ровным местом именно это. Но вот здесь где-то здесь есть потрясающие высказывания. сейчас а вот вот шестой стих это по поводу шуток наших благословенной памяти мудрецов кто-нибудь и там дальше хэлок будет хэлок лаулам хаба вот оно только это хэлок вот это часть у них теперь хэлок не в этом мире в этом мире все теперь вот теперь вот эта история я хочу заметить было ли она реальная какую-то реальную историю мудрецы вообще есть мидраж который приводит все кому не лень по поводу вот этого мелкого города сказал раф ами маленький город это тело людей в нем немного этой члены тела значит великий царь который осадил этот город это дурное начало почему он называется с великим царем потому что ецер старше ецер топ на 13 лет но это общее место мудрецов это по поводу безгрешных владенцев ецер хара рождается вместе с человеком дурное начало а ецер тоф появляется только с 13 лет но у девочек много троих с взрослением ецер тоф он моложе ецер хара дальше еще идет значит и и и он властей ецер хара дурное начало власть над человеком с рождения с момента когда человек приходит в мире и нашел он в этом городе из мискэн ха хам маленького чиновничка который всем этим городком заведует эту ецер тоф и его никто не слушает потому что ецер хара он как бы властвует над всем над всем телом и его куда сильнее но ецер готов может спасти город и почему он не находится у большинства людей потому что большинство людей не слушают ецер то и ецер то который говорит тихо и чьи слова слышны нахо бы нахо по сравнению с криками блудцов это рассказать что это значит я привожу в мидраж он у нас где там снгидри то есть не понимает буквально это сказать что у меня там лежит несколько книжек где старательно пытается в одну из историй танаха приткнуть я не вижу в этом нужды даже если удастся приткнуть если даже хорошо было обоснованно приткнуть его туда потому что она по-другому вот эта история заметь ведь история про то что все кончается хорошо город спасен кстати иллюстрация по поводу не сильным победа немудром хлеб вот он здесь немудром хлеб вот этот и шмискэн великий царь не ему победа вот оно все здесь всех забудет она все здесь я подозреваю что эта история на самом деле призвана проиллюстрировать то что было сказано мне так кажется но вы учтите еще раз книга как она самая закомментированная книга какая есть литература по поводу книги у меня нет шансов прочесть вообще даже если без детства читал о ней пишут все книга действительно аккуратно сформулирована парадоксальным образом многослойно причем это многослойность сознательная авторская это не выдумки надо сказать что читать длинную статью о том что эта книга перевод с какого-то другого языка не лезет ни в какого ворота где всякий человек который более-менее погрузился в книгу хорошо видит что это оригинал потому что такие многослойные построения можно только на родном языке делать переводе все эти многослойные построения просто исчезают сходу а здесь вот эти многослойные построения причем человеком хорошо образованному можно доказать что он по крайней мере в курсе литературы международной на тот на ту эпоху можно доказать есть убедительная работа вот ну вот где-то так на сегодня да окей тема была сложная да мы понимали правильно поняли про чиновников награды такси как бы странно что края это таких вещей абстрактно мистических ничего нет нового там сям все вдруг переходит на чиновников и на как бы вообще регуляцию регуляцию социально кто получает какой чиновник получает что и так дальше как бы разнесенная вещь но вот человек который как бы должен считать что вообще спасение города должно быть приписано ему может быть это правда но он ничего за это не получает его мудрость не принесла ему дивидендов вот я подозреваю что здесь где-то упор сюда ведь на самом деле вся глава посвящена именно тем что вроде бы то чему тебя долго готовили не обязана приносить тебе успех ты должен это понимать потому что вот эта тема временем ибо время и преткновение и неудач вот это опять тема времени который сюда легла довольно мрачным образом надо сказать что появление в этой главе слова тахатка шемеш оборота хотя что ваш раз два три четыре пять шесть удивительно что не 7 раз два три четыре пять шесть шесть раз удивительно что не не 7 должно было бы быть тем чтобы было видно что это мела манха что это направляющее слово мы же сказали что шемеш в кагалате это не просто солнце фонарь который освещает то что происходит на земле это еще и время самом начало то есть солнце которое светит есть и есть солнце которое сходит и заходит то есть опять вот эти главная же проблема книги к кагалате проблема времени это главное причем если кому-то интересно кто-нибудь слышал такого человека израиля кошка шера это автор тараш лима я нет знаешь это 12 у меня не все это значит мидраши и плюс зогр вот так собранный вокруг текста хумаша и к ним вот столичка вот это все привлечение кошек книга который куча народу обожает недостающие там от того мне просто компьютеры лежат все собрание купить она слишком много места но у него есть ему принадлежит еще одна великая заслуга он издал этого самого он издал этого самого который он издал такой потрясающий человек это мудрец двадцатого века и в конце он отдельный том написал который я видел когда-то в далекой молодости а потом никак не мог найти не мог даже не помню кто это там не было обложки я был в тяжелом восторге от этой книжки впоследствии я ее нашел случайно наконец узнал что это я читал такое минахенка шер излагает идеи и там много времени о том что такое время и так далее там очень много идей причем идея регулярно в продакциальной форме построены он совершенно замечательная книжка которая всем рекомендую читать называется пианех цфно вообще это книжка кошера я просто рекомендую значит и он вот время книги кахал это это главный такой вот он с одной стороны главная его сторона то что в д рэште написал что весь мир это шаткий мостик а время это грозный стырвятник грозный стырвятник в стыхах написал плохих стыхи плохие а строки хорошие значит но имена об этом пишет кг вот этот шаткий мост и грозный стырвятник это главная тема на самом деле но вот где-то ну вот все таки я хочу высказать итог фразы центральной что никто не может иметь в этот образ как рыбы в сети как птица в селок плывете карась разину упасть есть червячка а это а тут сеть так вот это пролить ну вот так вот на письме стихенько но зато в свете всего этого надо радоваться содержание время которое тебе давно здесь и сейчас и подарена на тебе богу я только отмечу это 5 я продолжаю свою линию то есть я сравниваю с иудаизмом значит вот такие вот вещи значит и сравнение то есть нигде и никогда ни в ком месте и дальше тоже это будет не будет говорить о диалоге всевышний молитва а как это учение торы он со всевышним нет общения у него то есть ты делаешь конечно то что ты тоже тебе всевышний сказал да и выполняешь но это как бы какие-то опять-таки это какая-то мудрость какие-то законы которые тебе всевышний допустим дал но ты у него ничего не просишь нет молитвы значит не учения тор и нет познания всевышнего да то есть нет контакта то чтобы евреев характерно это что всевышний ему близок да то есть из этого следует служение царю то есть где это служение царю где это святость высвышний выступает просто как гураль как судьба определенная вот я благоволит судьба вот и радуйся вот и веди себя разумно не будь дураком Потому что иначе твое наслаждение очень быстро закончится, если ты будешь не туда и не сюда делать неправильные шаги. Вот эта мудрость для этого нужна. То есть ты должен понимать, что есть высшая сила, есть над тобой что-то, что тебе недоступно и непонятно, и ты не можешь это не спросить его и не получить никакого ответа. Вот и все, понимаете. То есть философски все очень хорошо. Но я говорю сейчас про еврейство. То, что иудаизм считает одним из главных моментов. То, что вы говорите, да, это есть такой момент, но это уже в самом конце молитвы, когда мы говорим, что не говори о вечности, а говори о Аллахот. Делай то, что перед твоей лазами. Каждый твой шаг должен быть правильный. А потом ты не отвечаешь за, куда это все приведет и что с тобой будет. Это единственный твой способ, как ты можешь. Остальное, что тебе судьба подарит, будет благоволение, будет не будет. Я вас перебью. Давайте. То есть они, мудрецы, считают эту книгу важной для иудаизма, которая позволяет жить в сторой. Именно они это утверждают. Я медража с этого начался. Я в предыдущем уроке приводил этот медраж, который я потом в комментариях Бешта дал к нему. Но этот медраж, он очень важен. И они считают, что книга Кагелет среди всего прочего одна из ручек к этому котлу. Без этой ручки очень трудно черпать Тору. Вот это ваше рассуждение нужно каким-то образом ввести. Как вы это собираетесь делать, это вы должны подумать. Я это сделаю, да, в конце концерта. Но вы каждый раз, когда говорите, что Кагелет утверждает что-то не то, не то, что утверждает иудаизм, мудрецы с вами не согласны. А у них была простая возможность. Как они поступили с книгой Кагелет так же, как они поступили с книгой Бенсиры? Исключите Станаха и все. Я так скажу, что котел очень большой. То есть, если одну ручку к нему приделать, этого недостаточно. Нужна еще одна ручка. Она в иудаизме есть. Но кое-кто, кто обладает такой большой силой, он может его поднять и за одну ручку. Хотя это очень сомнительно. Какая-то подпорка ему с другой стороны тоже нужна. Я об этом скажу в конце. Пока мы просто говорим о… Например, с веревкой и колодцем. В том же страше. Да, и веревка, и ведро. И ведрач, который сказал, что мудрец, который снял с высокой полки, до которой никто не мог добраться, и поставил на всеобщее обозрение. Да, это тоже. Ребешка к этому месту. Это тоже все есть. Я против мудрецов не иду. Я все принимаю. Я только говорю, что авторитет, он должен быть стимулом к изучению, к пониманию и к анализу. Вот к этому я призываю. Более глубокому анализу, о котором я скажу уже в самом конце. Пошел? Ладно. Окей. Этов, мне кажется, наша главная задача, она, как бы, может быть, заключается в том, чтобы понять, что в ней началось, что в ней началось думать. Это да, но понимая, что, что говорит Эмир, мне кажется, наша задача действительно понять, почему мудрецы, таки да, включили этот список Танахов. Вот это, я думаю, я думаю, что если идти, как бы, по комментариям и пытаться понять, он даст нам какое-то обоснование для того, чтобы понять, а почему действительно Каэрит находится в Танахе, точно так же, как Широ Ширим. Ну, Широ Ширим как раз все просто. Ну, послушай, это опять, это, как бы, простота такая, это нестандартно, как бы, не очевидно, не понятно, почему Широ Ширим, любовная лирика и все прочее, почему должна быть в Танахе, а Бренсира не должен быть. Например, очевидно, там, то, что она аллегорическая книга, и что там речь идет о тройственной любви, мне, очевидно, там выше вот Гарольда Фиша, или Минахина Фиша, кого там из них, меня убедил в его комментарии полностью, что это. Окей, ну, хорошо, мы как-то продвинулись, Беседер, будем продолжать дальше. Сегодня закончим, да? Да. Окей, всем счастливо, пока. Всем пока. Всем пока.